Здравствуйте! Меня зовут Самойленко Наталья и герой нашего сегодняшнего сюжета цветок, названный в честь богини Радуги. Богиня, которая словно мост соединяла три мира. Мир богов, людей и жителей подземного царства. Ирида черпала в воду стикса, которой клялись обитатели Олимпа. Воду, наполненную клятвами великих богов, она отдавала облакам, которые дождем орошали землю. Романтично, не правда ли? Мы говорим сегодня об ирисах. Причем не о каких-нибудь, а о самых моих любимых. О касатиках. Ирисах сибирских. На мой взгляд, сибирские ирисы крайне недооценены. Садоводы, коллекционеры и ландшафтные дизайнеры все как-то больше заглядываются на бородатые. Японские, щетинистые, карликовые, даже сглаженные и разноцветные удостаиваются большего внимания, чем сибиряки. А между тем, сибирские ирисы изящные, грациозны и хорошо смотрятся, даже когда не цветут. Сейчас начало октября, а ирисы даже после первых ночных заморозков безупречны. В них чувствуется порода. Сибирские ирисы – это корневищное многолетнее травянистое растение. И несмотря на название, из которого можно сделать вывод, что ирис родом из Сибири, его природный ареал только Сибирью не ограничивается. Его можно встретить по Франции, Италии, Швейцарии, Австрии, Чехии, Словакии, Германии, Венгрии, Польше, Румынии, Болгарии, бывшей Югославии, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Украине. Добрался он и до северной части Турции, Армении и Азербайджана. Для сибирского ириса характерны изящные листья от 25 до 60 сантиметров и не менее грациозные, пусть и не очень крупные соцветия, с богатым диапазоном синего-фиолетовых оттенков, а иногда и белого, причем белой формы имеют лавандовые прожилки. Я не знаю ни одного вида, который также образовывал плотную дерновину, похожую на вазу. Осенью ирис желтеет, наземная часть отмирает, чтобы весной снова зазеленеть. Представили? Конечно, такого красавца нельзя было не заметить. И первыми, кто его оценил, были монахи. Они выращивали его в монастырях. А уже из наших монастырей он начал свое путешествие по Европе, затем попал в Англию и Северную Америку. Причем в Америке ирису очень понравилось. Он там натурализовался. Говорят, его там можно встретить в канавах вдоль обочин дорог. Если не брать во внимание американские обочины, то ирис сибирский предпочитает влажные леса и луга. Растет вдоль реки и озер. В общем, он водохлеб. Но при этом это не водное растение. Прошу не путать с болотными рисом. Сибирский ирис мирится с весенними паводками, но только если они кратковременные. Ему не нравится, когда стоит вода. Но и засуху он тоже не переносит. К почвам ирис, с одной стороны, не требователен. Ему подойдут как слабокислые, так и нейтральные грунты. Нисколько на вас не обидится, а даже обрадуется, если при посадке вы добавите перегноя. Сибирский ирис крайне отзывчив на органику. Посадить ирис несложно. Копать до центра земли не надо. Глубоко закапывать корневища тоже не стоит. Корень должен быть на 2-5 сантиметров ниже уровня земли. Как бы параллельно горизонту, а не перпендикулярно. Что касается освещения, здесь тоже все просто. Если вы живете там, где плюс 30, это считается прохладненько, то лучше посадить сибирский ирис в полутень. Так он будет меньше испарять влаги. Но для северо-запада, где лето относительно прохладное, солнечное место будет отличным решением. Тень мы с вами даже не рассматриваем. Там цветения вы никогда не дождетесь. По времени посадки ровно такая же история. Ирис в сибирске можно высаживать всегда, но для северных регионов предпочтительнее весна, а для южных осень. Но это также касается всех растений, не только ирисов. Если климат суровый, то посадив растение весной, оно успеет хоть как-нибудь укорениться. При осенней посадке об укоренении речи быть не может. И зимовка в этом случае зависит не от вас лично и не от качества саженца, а от прихоти погоды. Для южных же регионов страшна не столько зима, сколько жаркое засушливое лето, так как все время существует опасность не долить и засушить. Поэтому осень здесь предпочтительнее. Осенью не так жарко и есть хоть какие-то дожди. Но опять же повторюсь, это касается всех растений, не только касатика. После цветения многие советуют обрезать цветонос. Мы тоже так долгое время делали. Но сейчас, если стилистика сада позволяет, я не срезаю их. Мне кажется, что семенные коробочки являются не меньшим украшением, чем цветение. В них есть свое очарование. Теперь размножение и деление. Ирисы могут сидеть на одном месте достаточно долго, от 4 до 10 лет. Для меня сигналом, что пора делить, являются редкие цветоносы и обмельчавший цветок. Знаю, что многие делят их в августе. Но мне больше нравится весна. Но опять же, это решать вам. И что касается болезней. В отличие от бородатого, касатик обладает поистине сибирским здоровьем. Он меньше подвержен гнилям, и я никогда не видела на нем никаких вредителей. Ну и несколько слов об ирисах в ландшафте. Я, конечно, не дизайнер. К ландшафтному дизайну имею крайне опосреданное отношение. Но, на мой взгляд, сибирский ирис сочетается со всеми многолетними. Своим присутствием он накрасит любой цветник и придаст ему свое неповторимое очарование. Эффектен он и в монопосадках. Представьте себе группу ириса вдоль склона. Тропы босых ног или просто дорожки. Напомню, что после цветения ирис не теряет привлекательности. Его листва чем-то напоминает травой. Есть, правда, у ириса один минус. В отличие от героя нашего прошлого сюжета очетка, ирис не стоит в срезке. Через два дня лепестки опадают. Но это только подчеркивает его свободолюбивый и независимый характер. На этом можно было и закончить. Ну, может быть, показать пару красивых фотографий самых известных сортов. Но есть вещь, которая не дает мне покоя. Мне очень жаль, что сибирские ирисы и гибриды, несмотря на то, что гораздо проще в уходе и лучше выглядят в посадках, находятся на вторых ролях. Более того, я, например, знакома со многими американскими и европейскими сортами. Но, если честно, ничего не знала о нашей селекции. И если бы не Ирина Семеновна Пыжикова, так и не узнала бы. Она рассказала моим коллегам, а они, в свою очередь, мне, о Ленинградце. Этот сорт меня поразил. Холодный белый цвет, почти прозрачный на солнце. Высокие соцветия на больших цветоносах, причем настолько жесткие, что никакой ветер им не страшен. Этот ирис олицетворяет собой целую эпоху. Это своего рода памятник. Находясь под впечатлением от увиденного, я начала искать другие сорта наших селекционеров. Я открыла в целый мир ирисов Долгановой, Мироновой и Родионенко. О скольких наших ирисоведах я не знаю. Самое обидное, что на сегодняшний день мы можем с легкостью найти любой американский сорт. Но чтобы посадить наш, нужно поискать и попотеть. Я честно признаю, что я не так хорошо разбираюсь в ирисах. У меня пробелы в систематике рода. Я путаюсь в количестве хромосом и не знаю каких-то нюансов разведения. Моих познаний о ирисах на сегодняшний день хватает, чтобы посадить, сохранить и в нужный момент поделить растения. Но я готова восполнить все белые пятна по этому вопросу. Ради того, чтобы максимально популяризировать эту культуру. Чтобы не только сорта зарубежных селекционеров украшали участки, но и отечественные заняли достойное место в наших садах. А раз уж мы замахнулись на парк, то почему бы не собрать коллекцию и, возможно, заняться разведением этой культуры. Места хватит. Кассетик займет достойное место в нашем экопарке. У меня есть куча вопросов по этому поводу. И, возможно, кто-то из зрителей сможет на них ответить. Или хотя бы дать правильное направление. Во-первых, мне не очень понятно, что с авторскими правами на сорта. Как дело с этим вопросом обстоит за рубежом, я знаю. Но вот в нашей стране, увы. Во-вторых, я знаю, что захотя я выращивать и размножать какого-нибудь брата Цезаря или принцессу Прерии, то с экземплярами на маточник у меня проблем бы не было. А вот за нашими сортами придется побегать и поискать. И если вы являетесь счастливым обладателем такого сорта и готовы поучаствовать в закладке коллекции, звоните, пишите. Мы с удовольствием купим у вас бесценный экземпляр. Я отдаю себе отчет в том, что задуманное это не дело одного дня. На это уйдут годы. Но мы готовы к этому. Как знать? Может быть, через несколько лет на цветение сибирских ирисов к нам в парк будут приезжать со всех уголков страны. Но мы же ездим в Голландию, чтобы полюбоваться цветением тюльпана. Как знать? А на этом все. Не забывайте комментировать, подписаться, если вы до сих пор не подписаны. И до скорых встреч. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok